Добрый вечер! Сегодня гость студии «Антитопор» Известный армянский публицист, писатель, или, как он сам о себе говорит, такой прожженный журналист, Рубен Абгарович Симонян Рубен Абгарович, здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать к нам! Спасибо! Во-первых, во-вторых, сразу хочу предупредить, у нас могут быть вопросы и умные, и глупые Почему мы задаем глупые вопросы? Ну, тематика у нас такая, антитопор, какие вопросы обычно поступают к нам из соседнего государства, а там оттуда обычно глупые вопросы поступают Поэтому мы озвучим их вам, чтобы услышать умный ответ Так и быть! Хорошо! Ну, сначала мы начнем с вашей книги, которая недавно вышла в свет на русском языке, надо подчеркнуть, потому что на армянском языке Была, раньше была Да, она уже была, и, значит, получается, что к юбилею, который приурочен году Андроника Узаняна, с 14-го, по-моему, да, февраля? Нет, 25-го февраля этого года до будущего, 25-го, 15-го, он объявлен годом Андроника Это, кстати, почти совпадает со 100-летним геноцида армян в Турции Мы будем отмечать 150-летие со дня рождения Андроника А после, чуть позже, и целый год мы будем отмечать 100-летие геноцида армян в Турции Да, вот скажите, а в чем была такая необходимость именно русского издания? Дело в том, что читатели по числу в мире намного больше русскоязычных или читающих на русском языке, чем на армянском языке Это раз Во-вторых, эта книга сначала, все поняли, что относится к дружбе, армяно-русской дружбе относится Поэтому меня, мои друзья, товарищи сказали, что обязательно быть переведенной этой книге Но трудности у меня были, конечно И слава Богу, мы уже имеем эту книгу на русском языке Потому что нашелся человек, который дал возможности перевести на русский язык На армянском очень хорошо получилось В свое время презентации были Ну, простите за нескромность Тесные, лестные слова сказали Ну, и всегда люди, которые понимающие и тематику, и самого Андроника И время, когда происходило это все Просто просили, немножко и настаивали Обязательно издать на русском языке Я смотрю здесь целых три книги Нет, это одна книга моя, Андроник Одна книга Вот это вот Андроник Эдиссея сибирской ротой Так Что, о чем это можно будет сказать Две книги Это очень прекрасного историка Владимира Петрусяна Россия, Западная Армения, признание независимости И это его же книга И его книга тоже Значит, Андроник Озанян и Степан Шаумян Две светлые имена для армянского народа Кстати, и эти книги опять-таки говорят о армянско-русской дружбе Моего друга Владимира Петрусяна Так что, по этому поводу пригласили сюда А скажите, я знаю, что конференция проходила по презентации этих книг И в частности, вашей книге Андроник, Одиссея и Сибирской роты В каких еще городах планируются эти конференции, презентации? Это первый шаг Кстати, если вы заметили, там издан всего лишь на 120 экземпляров Это презентационный тираж Нужно напечатать на большом тираже И послать по всем регионам России По всем прежним республикам, прежнего союза Но у вас сейчас трудности с изданием? Или это все-таки планируется в ближайшем году? Нет, это, конечно, трудности Дело в том, что, как говорят, дело всегда движет Простите, деньги, средства Это нужно найти С этим очень трудно мне было не только создать эту книгу Поехать в Сибирь Почти до Дальнего Востока дошел Потому что это основа этого войска Который Андроник имел в 18-м году До начала 19-го года Эта основа пришла из Сибири Они были турецко-подданные Военно-пленные, которые попались в плен Во время Сарикамического сражения Они оттуда пришли Я поехал туда По им следам Найти, где были они Чем занимались с начала 15-го года До конца 17-го года Два года они сидели в лагерях Потеряли дорогое время Но они потом появились Приехали в этот Тбилиси В начале 18-го года С своими командирами Они русские были, эти командиры Они наши братья Они наши Самые дорогие имена Эти три офицеры Которые возглавили эту маршевую роту Состоявшуюся из 210 человек Которые приехали из Сибири Так было В конце 17-го года Когда эта маршевая рота готова была Приехать уже по призыву Андроника В Закавказье Участвовать в сражениях против турок Они участвовали в важном Очень важном происшествии Так сказать В сражении между белыми и красными Потому что освобожденных были По воле временного правительства Очень много арестованных в этих лагерях Не военнопленные А гражданской населения Они оказались в самой Иркутске Где уже рота была готова Приехать в защиту Отечества Там возник страшная резня Война Друг друга резали Убивали Изнасиловали Резали пальцы или уши Из-за золотых сережек Или золотых колец Как описывает пресса Тогдашняя И люди Все это фактически есть В конце В примечаниях Любой человек может найти для себя То, что надо То есть все это книги описывается Так, описывается Тогда Откуда в это Пишется так Появились Худые Черненькие В шинелях Очень Скромные люди И стали Третьей стороной Они разъединяли Они В 11 дней В этой страшной бойне Они стояли И утихомирили Город Иркутск Спасли Так пишут Тогда Газета Иркутская жизнь Так пишут Поручик Калмаков По Очеркам Которого Я написал Эту книгу Я ознакомлюсь Значит Для нас Святые Имена Три Русских Прекрасных Молодых Офицеров Первый Яков Борт Штабс-капитан Поручик Алексей Григорьевич Калмаков Дорогой Для моего сердца Прекрасный Русский Человек И третий Тоже Прекрасный Поэт Публицист Петр Сибирцев Который писал Стихотворение О Резне В Армении Вот Они Эти солдаты 210 человек Во главе Этих Трех Офицеров Они Прибыли Тогда Когда Уже Пал Ирзерум А Воезерум Сражение В виде Впоследствии Того Что Уже Войско Было Так сказать Демократическим Путем Шло Долой Войны Все по домам И должны Все вопросы Решать Не командиры Не штаб Решает А решает Голосами Кто за Кто против Поэтому Солдаты Не воевали В Эрзерум Фактически Пал Эрзерум В Эрзерум Сражение Возглавил Андроник Пал Это Он Вернулся В Тбилиси Болен был Лежал В это время Приехали Из Запайкаля Вот Эти люди И они Просили Давайте Нас Берите На фронт Мы хотим На фронт Он сказал Я болен Ребята Я Мое состояние Такое Особенно Его духовное Состояние Такое Потому что Войска В Эрзерум Не воевали Но Потом Они настаивали Они нашли Как говорят Нашего Отца Мы нашли Этим Отцом Являться Великолепный Андроник И во главе Андроника И Тремя Офицерами Русской Армии Жаль Что я не мог Найти Я Много Писал В архиве Писал В Сибирь Дальний Восток Подмосковье Подольск Я хотел Найти Что-нибудь Рубин Абгарович Еще вот такой Вот вопрос Мы сейчас Говорили Об Андронике О его связи С Россией С Российской Империей Тем не менее Андроник Герой Армении Андроник Герой Болгарии Пациональный Герой Болгарии Андроник В конце концов Еще считается Русским Генералом Совершенно Правда Есть Памятники Андронику И в Армении И в Болгарии И во Франции И в Аргентине Я просто изучал Эту тему Нет ни одного Памятника Тем не менее В Российской Федерации В чем на ваш взгляд Причина этого Наверное Это Я по-моему Я так считаю Что Политические Интрижки Есть Местные Я знаю Где-то У берега Черного моря Где-то Или же Здесь На Северном Кавказе По-моему Где-то Было Но Сказали Что Наши Соседи Очень Жалуются На это Что Кто Он Он Вроде Истребил Это Детей Этого Народа Он не Имеет Говорит прямо Турок Детей Турок Азербайджанцев И турок Азербайджанцев И турок Эти Политические Интрижки Чтобы Не обижать Этого Или того Помилуйте Тогда Давайте По-чистому Говорим Кто Резал Пять Тысяч Невинных Русских Солдат В январе Месяча Восемнадцатого Года У Шамхора Это Азербайджанцы Были Они Невинных Пять Тысяч Людей Русских Солдат Которые Вернулись Из Турецкого Фронта А Разве Наш Народ Этого Допустил Слава Тебе Мой Народ Никогда И Потому Что Был Такой Сын Армени Как Андроник Он Сказал Давайте Уважаем Тот капли Крова Которые Они Русские Солдаты Проливали На Армянских Горах Никоем Случа Мы Никогда Не можем Закрывать Наш Дверь Перед Россией Вот Андроник А Вот Турки Сами Подумайте Кто Сжечь Полностью Армянский Квартал Города Шуши В Двадцатом Году Кто Турки Дозверствовали Они Уничтожили Нашу Родину Большую часть Нашей Родины Брали Они Убивали Полтора Миллиона Невинных Людей Сейчас По Сему Миру Шагают Караваны Предков Тех Потомков Тех Людей Кто Виноват Наравне С турками Виноват Азербайджанцы Дорогой Мой Никогда Не забудьте Об этом Вот Как раз Потомки Тех Людей Восемнадцатых Двадцатых Годов Организовали Сумгарит Организовали Кировабад Организовали Баку Они Они Вот Это Поколение Тех Людей Мы С Россиянами Честно Были До сих Пор Это Должен Понимать Каждый Армянин И Русские Которые Дружат С нами Я думаю Прежде всего Это должны Понимать Россияне Русские Потому что Как бы Не лоббировали Интересы В Азербайджане Здесь В России Если бы Россия Не дала Согласия На то Чтобы убрать Этот памятник То Азербайджану Б Ничего Я же И говорю Что Итришки Были Значит Пошли К плоду Этих Людей И сняли Если В Сочи Было Да Ну Многие Конечно Еще Здесь Есть такие Настроения Обвиняют То что Все таки Союз Армян России Мог Спасти Этот памятник Но Не захотел Еще Были И Значит Такие Выводы Сделаны Есть Такой Еще Вопрос К вам Он Часто Муссируется Возможно Вы не Слышали Наверняка Вы В Социальных Сетях В В Одноклассниках Да Поэтому Я Он Он Тебе Муссируется Со стороны Азербайджанцев Скажем Не о народе Азербайджанцев А Об Азербайджанских Таких Интернет Войсках Очень часто они говорят о том, что якобы Андроника Зуровара называли безухим, так как турки, скорее всего турки, не азербайджанцы, отрезали ему ухо. Насколько это правда и было ли вокруг этого что-то вообще связанное с его ухом? Ха-ха-ха! Да-да-да. Я вас не слышал, что у нас еще будут такие глупые вопросы. Андроника Ухо? Да-да, именно ему. Ради Бога, ради Бога, Андроник, тот герой, который с Галлигино-Нужде во время Балканской войны своими соратниками всего лишь 350 или 60 человек, они брали генерала, воюющего против Болгарских государств. Да, в Болгарии. И как было? Потом спросил. Кстати, Андроник очень изобретательным человеком был. Когда стреляли пушки болгарские, пыль поднимался. Тогда по пылю стреляли, это ответно, это турки. Он сказал, что вы делаете? Так нельзя. А сказали, а как же быть? Говорят, как же быть? Проливайте вокруг водой. И так начали стрелять прямо в сердце турок. Захватили в плен главного военно-начальника турецкого корпуса. Одного из Паши. Явер Пашу. Брали в плен. Когда узнал Явер Паша, сказал, а кто меня брал? Какой герой брал меня в плен? Говорили, как кто? Брал Андроник Паша своим соратникам НЖД и всего лишь 350 с армянами. Аллах ты, Аллах. Ты мне убил бы на поле брони. Я попал в плен Андронику. Андроник был костем в горле собаки. Турец, турок. Он, начиная с молодости лет, до 19-го года включительно, он против турок стоял. И когда чувствовал, что умирает, да, конечно, я ха-ха сказал, Андроника никто не мог. Потому и потом сказали важные сволочи турецкие, да, вот большой герой, жаль, что он армянин. Слава тебе, моя матушка Армения, что ты родила такого сына. Как отрезали. Я скажу более. Когда он чувствовал, что я уже умирает, Лизбанск к себе жену. Говорит, Нвард, я умираю скоро. Боль в моем сердце, знаешь, в чем? Говорит Андроник Джан, в чем? Ты говори. Говорит, в том, что будут радовать себя турки. Действительно, турки радовались. Газеты писали, оклеветали, по-разному говорили. И он сказал, жаль, что мое дело на полпути осталось. Он думал, что могут спасти западную Армению, Возродить эту прекрасную родину, родину наших предков. И сказал, жаль, что мое тело не будет в армянской земле. Тогда, Нвард, скажите, пусть отрежут мой большой палец И пошлют в Армению, уже советскую Армению. Чтобы похоронили в каком-нибудь уголке моей родины. Чтобы моя душа спокойна была. Это же при жизни еще. При жизни. И скончался он. Он скончался. Андроник был, не знаю. А в Андронике его так оценили русские генералы. Неслучайные люди. Агановский, Юденич, Чернозубов, Аббатцев. Наш, сын нашего народа, великий полководец Тома Назарбеков, Назарбекян. Уже российские ордена получил. Шесть раз. Георгиевский медаль два раза получил. Потому что нужно было это авторитет большой, который мог бы возглавить армянское войство. Я думаю, что Россия обязательно должна прислушиваться и все-таки восстановить памятник Андронику Заравару на территории Российской Федерации. Неважно, где это будет находиться. В Сочи, в Москве или в Ростове-на-Дону. Но, по крайней мере, это должно произойти. И также я хотел бы обратиться к нашим зрителям. Если вы можете откликнуться, в состоянии откликнуться и помочь все-таки издать вот эту вот книгу, которая впервые переведена на русский язык. Это уникальное издание. Как сказал Рубен Абгарович, очень малым тиражом пока оно издано. И нуждается все-таки в издании. В России русскоязычный читатель должен знать об Андронике Зараваре и памятнику в России все-таки быть. Большое спасибо. Я только в завершение скажу одно слово. Андроник сказал, если вечером вы будете положить вашу голову на подушку спать, «Думайте о своем народе». Потом думайте о своем соседе. Пусть будет он русским, турком, грузином или же татарином, но добро думать. Вот какой был Андроник человек. Спасибо большое, что пришли. Это был Рубен Симонян. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.